Привет, друзья! Я сейчас нахожусь на улице Школьников и хочу вам показать вот эту старообрядческую церковь Храм Рождества Христова Находится она на правом берегу Исети Адрес ее Школьников 1 Это памятник архитектуры первой половины XIX века Построена из часовни в 1837 году Ну а в 1929 году большевики церковь закрыли И в здании размещался музей истории Верхесецкого завода И только в 1993 году церковь была передана Русской православной старообрядческой церкви Ну а сейчас мы видим двери закрыты Она работает в предпраздничные, праздничные дни и по воскресеньям Вот я там была внутри ранее Сейчас-то мы пришли в неурочный день А когда я была раньше, то внутри церкви Она точно такая же, как и наши обычные традиционные православные церкви Красивое убранство, много старинных икон Мощи святых, каких-то там отличий В старообрядческой церкви я не заметила Возможно, они отличаются в каких-то там молебнах, в служениях Ну, я не специалист в этой области Ну, я все равно поставила свечи в тот раз Заказала молебны, оздравья, об упокой И служительница этого храма сказала мне тогда, что Бог един И Он услышит меня, даже если я и не придерживаюсь старой веры Вот, мы сейчас вот находились на берегу Исети Сейчас подойдем с другой стороны, посмотрим Видите, немножко захламлено В воде какие-то остатки, возможно, от бывшего пирса Ну, я даже не знаю, это я могу только предположить Вот туда далее, там есть небольшая плотинка Через которую вода из этого Верхесецкого пруда Проходит далее на юг туда И проходит через весь город Мы видим, что осень Мокро, сыро, пасмурно Желтые листья И вот такая белая красивая церквушка Ну, мы сейчас пройдем дальше И я покажу вам еще одно интересное место Ну, вот мы прошли где-то буквально 250 метров И выходим на территорию губернского яхт-клуба Вот справа как раз здание администрации клуба Здесь отель, детская флотилия Пойдемте дальше Сейчас мы зайдем на эту территорию Немножко посмотрим А прямо вот в этом светлом здании Находится центр спортивной подготовки Спортивных сборных команд Свердловской области И профсоюз работников физической культуры Ну и какие-то еще там фирмы Я все не знаю Территория у пристани огорожена Но вход открыт И мы туда сейчас попробуем пройти Яхт, конечно, уже нету Уже поздняя осень Наверное, они где-то уже на хранении Обычно здесь стоит очень много яхт Слева от входа находится Такой некий шедевр Его сотворил немецкий скульптор И подарил руководителям этого яхт-клуба В 2014 году Имя немецкого скульптора Павел Эрлих А мне само интересно посмотреть Там вот стоит какая-то карета Что это такое, я не знаю Я ее тут раньше не видела Может быть, это для аренды В принципе, оно так выглядит Настоящим транспортным средством Вполне можно запрягать лошадь И ехать в ней Внутри такое бархатное убранство Конечно, уже, наверное, тоже современное Изделие Навряд ли это сохранилось С тех далеких времен Но все равно красиво Может быть, это действительно для аренды Там стоит яхта какая-то Ладно, пойдемте отсюда, пока нас не выгнали Ну и о скульптуре Павел Эрлих создал скульптуру Под впечатлением от встречи с русским Слепым яхтсменом Говорят, и в этом яхт-клубе В нашем занимаются тоже Слабовидящие и незрячие люди И они осматривали эту скульптуру Руками на ощупь И вроде как остались довольны Сама скульптура выполнена из металлолома Заняла первое место в одном из фестивалей лом Здесь изображены семь человек Одна из них женщина И там есть собака Ну, я не знаю, насколько это Я не знаю, эстетично Или представляет какую-то культурную ценность Я лично, конечно, этого не понимаю Но о вкусах не спорят Кому-то это нравится Как видим, здесь много машин Наверное, это сотрудники своей машины Здесь поставили Пойдемте дальше Я вам покажу пляжную зону Летом здесь очень много людей В хорошую погоду У нас на Урале-то не всегда бывает хорошая погода Но вот когда выдается И теплое солнышко нас радует Здесь собирается очень много народу Вода считается грязной И в ней не рекомендуют купаться Но люди все равно лезут в воду И купаются Я вот лично не рискую Раз нельзя, значит нельзя Ну, а загорать вполне можно Люди кормят здесь Голубей Уточек Летом уточки не даются Они очень шарахаются людей Близко не подплывают Значит, есть им чем тут кормиться А вот видите, уже поздней осенью Они вышли на берег Это мое-то солнышко Прилетело ко мне А я ничего не взяла Да мой золотой Да мой золотой Просит кушать Не боится людей Лети-лети Так много их тут собралось И мужчина вон кормит тоже Продолжение следует... На той стороне находится Верхесецкий завод Который выпускает Трансформаторную сталь Про сам Верхесецкий пруд Я уже рассказывала В одном из прошлых моих видео Я дам ссылку Кому будет интересно, посмотрите Я была здесь зимой Ходила и брала интервью У рыбаков Да, зимой здесь очень много рыбаков Ну, а я пошла дальше И вы пойдемте со мной Продолжение следует Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова